На слёт вожатых в Анапу прибыло более двухсот участников. Это лучшие студенты и педагоги в возрасте от 18 до 29 лет со всего края. Пройдя отборочные этапы в своих муниципалитетах, молодёжь встретилась в одном из пансионатов курорта, чтобы поделиться опытом и получить новые знания от действующих сотрудников Всероссийских детских центров и работников сферы государственной молодёжной политики. Вожатый – это не просто профессия, к умому здесь включена вся жизнь. Я думаю, что вы идейно подождите этому вопросу ответственно. В течение двух дней будущие вожатые посещали мастер-классы опытных педагогов. На 13 интерактивных площадках ребята узнали все тонкости от основных педагогических ошибок в работе с коллективами до особенностей поведения молодёжи в интернете. Яна Удельская уже имела опыт работы вожатым, но решила расширить кругозор знаний. В этом году вновь хочет испытать силы в вожатском мастерстве. Я работала в Анапе вожатой. Опыт имеется, мне понравилось работать вожатой. Поэтому я пришла на этот проект, чтобы дальше развиваться уже на других более крупных площадках. Это новые знания в этой сфере. Также подготавливает для работы с детьми. Потому что дети бывают тоже конфликтные. И как разрешить конфликт тоже можно узнать здесь. Организаторы проекта отмечают – уровень желающих стать образованным вожатым неуклонно растёт. Запросы огромные, запросы большие. Потому что отработав всего лишь одну смену, две смены или один летний период, ты приобретаешь компетенции, которые можешь реализовать в жизни практически в любой сфере. Поэтому я считаю, что вожатство как таковое, оно востребованное. Потому что вожатый, он ближе, чем родитель, потому что есть определённые условия. Он является и педагогом, он является и другом, он является и наставником. По результатам проекта 160 участников получили свидетельство дополнительного образования по программе «Социальные инновации» в сфере организации летнего отдыха детей и молодёжи. В дальнейшем выпускники будут трудоустроены на основные молодёжные лагерные и форумные площадки Краснодарского края.